СИКСТ 23 августа, День памяти священномученика Лаврентия Римского. Святой Лаврентий жил в III веке, происходил из города Уэско в Испании и был учеником архидиакона Сикста. В 257 году Сикст стал епископом города Рима, а Лаврентий был рукоположен водиакону. Он стал заботиться о бедных и надзирать за имуществом церкви. При императоре Валериане начались гонения на христиан. Многих епископов, в том числе и Сикста, а также и священников, казнили. Лаврентий тоже был брошен в темницу, где совершал чудеса исцеления больных и многих обратил ко Христу. Когда римский префект потребовал от Лаврентия отдать государству церковные сокровища, он попросил отпустить его на три дня, после чего привел с собой нищих, коллег, больных и сказал, что это и есть истинное сокровище христианской церкви. За эти слова Лаврентия жестоко пытали, затем заживо изжарили на железной решетке. Христиане с честью похоронили в пещере тело святого мученика архидиакона Лаврентия 23 августа 258 года. В наши дни церковь Христова вновь проходит через горнило испытаний. Наши храмы отбирают, грабят, святыни попирают, верующих объявляют незаконно. И подвиг святого Лаврентия сегодня актуален как никогда. Он напоминает о главном служении церкви. Когда у святого Лаврентия, ответственного за сохранение церковного имущества, потребовали отдать государству церковные сокровища, он предъявил нищих, коллег, больных, убогих, сказав, что это и есть истинное сокровище церкви. За всю двухтысячелетнюю историю задача церкви была неизменна. Спасение душ человеческих и помощь обездоленным. Именно церковь принимала нищих, больных, сирот и обездоленных под свой покров, строила приюты и больницы при храмах, кормила голодных и давала всем нуждающимся кров. Люди — вот главные сокровища церкви. Нам также известно из воспоминаний новомучеников, как арестованные священники служили в тюрьмах вне храмовых стен. Они не имели ни церковной утвари, ни икон, ни богослужебных книг. Только внутренний дух, укрепленный Божией благодатью, да заключенные верующие, которые и были тем сокровищем, благодаря которому церковь выжила в условиях жесточайших гонений. Времена повторяются. Всё уже было в церковной истории в том или ином виде. И что же? Церковь устояла и только окрепла и укрепилась. Будем же держаться в Церкви Христовой и стоять в вере, как стояли святые подвижники, не колеблясь молитвами священномученика Лаврентия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин